МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты. Я Юлия Важенина. Смотрите сегодня. О благоустройствиями не только. В Новочебоксарске подвели итоги социально-экономического развития города за первое полугодие. Открытие за открытием в столице Чуваши ко дню города распахнули свои двери аптека, поликлиника и детский сад. Из Чебоксар в Новочебоксарск на троллейбусе в столице Чуваши появился новый троллейбус на автономном ходу. Очередь за Новочебоксарском. Сегодня власти города Спутника подвели итоги социально-экономического развития. Первое полугодие показало, муниципалитет развивается успешно, но впереди еще много работы, отметил глава региона. О главных итогах и городских перспективах репортаж Дмитрия Ковалева. Облик городской набережной изменится. За ее благоустройство голосует абсолютное большинство. Сейчас реализацию этого проекта обсуждают с местными жителями. Работы должны завершиться уже в этом году. Здесь обустроят прогулочные зоны, велодорожки и даже построят храм. Недавно по поручению главы региона эту территорию очистили от мусора. Спасибо вам всем, кто там участвовал, на экологических субботниках. Набережная на самом деле была загажена. Вот так нельзя. Какой частоте она сейчас сегодня содержится, она такая должна быть. Еще в 2010 году, когда вступил должность президента, когда я встречался с гражданами, поднимали вопрос, почему Чуваксар есть набережная, а в Чуваксарске нет набережной. За эти годы, Юрий, каждый год обсуждался несколько раз эту тему. Вслед за благоустройством верхней набережной наступит черед и нижний. Многие горожане хотят купаться на оборудованном пляже. Но цена реализации этого проекта превышает 3 миллиарда. На помощь может прийти грядущая программа оздоровления Волги. Цена вопроса на федеральном уровне для всех регионов, для оздоровления Волги 257 миллиардов рублей. Начиная с 2018 года, это однозначно 1 миллиард рублей будет выделено. Касаясь уже дальнейшей перспективы, с 2019 года не менее 11 миллиардов рублей. Наша задача подготовить сейчас предложение Ольги Викторовны со общественностью. Вообще, отмечает Михаил Игнатьев, облик Новочебаксарска улучшается. Хотя 7 лет назад город-спутник находился в списке отстающих муниципалитетов. За эти годы удалось решить немало проблем. У нового главы администрации приоритеты не меняются. В ближайшие годы необходимо благоустроить дворы и отремонтировать дороги, находящиеся в аварийном состоянии. На центральных улицах работы уже начались. 1 миллиард 3192 миллиона мы выделяем. Это с ростом к уровню 2016 года на 37,5% больше. Много денег получили на дорожное хозяйство. По дворовым территориям и подъездным бурьям, вот Новочебаксарска, за сколько лет мы можем завершить работу с учетом выделяемых средств, с учетом своих средств, которые выделяете? В этом году нам выделено на 16 дворовых территорий 29 миллионов 900 тысяч рублей с охватом 91 умных квартирного дома. Своих темпов в городе не сбавляет и жилищное строительство. Количество очередников сокращается. Эта многодетная семья буквально на днях отметила новоселье в просторной квартире. Это наша программа. Вам спасибо, что вы от любви от своих чувств рожаете. Такие вот жизнерадостные идеи. Развивается успешный промышленный комплекс. Инвесторы городу проявляют интерес. В перспективе здесь должно заработать производство акриловых ванн. Новые проекты реализует и предприятие Химпром, а это гарантированные рабочие места. Так, ау-группа Оргсинтез на производственной площадке ПРО Химпром реализует инвестиционный проект производства гашеной иезисы. Стоимостью 120 миллионов рублей. Гашеная иезис используется в основном в сельском хозяйстве для производства минеральных удобрений и строительной отрасли. Новые проекты отражаются на бюджете. Только за полгода в городскую казну положили более 900 миллионов рублей. Но муниципалитет может заработать еще больше. Необходимо активизировать работу по сбору налогов. Должны снижаться и долги за услуги ЖКХ. Потенциала у нас еще внутри города достаточно. И резерв достаточно. Над чем мы должны работать. И хочется сказать, еще многое нам надо сделать. На следующей неделе новочебоксарцы отметят День города. Глава региона рекомендовал местным властям подготовить интересную программу. Уже намеченное открытие новых объектов. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Село строится, а помогают в этом деньги государства. В Чувашии успешно работает федеральная программа устойчивое развитие сельских территорий. Благодаря ей молодые семьи, которые живут и трудятся на селе, могут обзавестись жильем. На реализацию программы в этом году направлено более миллиарда рублей. Наша съемочная группа встретилась с теми, кто уже сумел воспользоваться мерами господдержки. Большой, красивый и уютный. О таком доме Давыдовы могли только мечтать. Теперь они в нем живут и воспитывают четырех детей. Глава семьи Сергей Давыдов работает машинистом на строительном предприятии, а супруга Оксана – поваром. Еще недавно они ютились в однокомнатной квартире на территории поселения. А теперь имеют свой собственный дом с площадью почти в 100 квадратных метров. Поддержку получили три года назад. До этого жили в однокомнатной квартире. То есть у нас трое детей было и на нас двое. Ну, пять человек в однокомнатной квартире жили. Как раз попали под эту программу. Получилось удачно. Но так как мы многодетные, нас по очереди еще вперед подвинули. Субсидия составила больше миллиона рублей. Ремонт, как и водится, лег на плечи главы семьи. Все сделано, признается Сергей, своими руками. Теперь имеются все условия для комфортного проживания. По плану у нас еще осталось гараж достроить. На следующий год осилим, надеюсь, осилим. Достроим гараж. Ну, потом уже потихоньку сопутствующий тротуар будет. Такой же вот, как вот здесь, наподобие. Ну, и на улице у нас еще забор остался. Работы немало. Но самое главное, большой новый дом, где места хватит всем, уже есть. А в районе надеются, что программа устойчивое развитие сельских территорий будет продолжена. По этой программе в прошлом году по устойчивому развитию сельских территорий у нас получили субсидии 10 семей, в том числе 8 молодых. 2 граждан, получается, ну, кому за 35 лет там порядка постановки на учет. И в этом году также 10 семей получили. А это дом Ольги и Федора Журавлевых в деревне Тойшево. Молодая семья о переезде в город даже не думают. У них есть не только комфортное жилье, но и широкий двор, и приусадебные хозяйства. Да, в стройке мы жили у родителей. 10 лет жили мы с ними. Очень, конечно. Вот до сих пор, наверное, не сознаем, что это наш дом, что это мы построили. Но очень рады, конечно. Больше всех родновому дому, наверное, младший сын Женя, ведь у него теперь есть своя комната. Мне здесь нравится. Я здесь делаю уроки, а там у меня кровать. Одно из основных условий господдержки – эффективная работа сельхозпредприятий, где трудятся нуждающиеся, уверена глава администрации Тараевского сельского поселения Ольга Брыкина. Конечно, ощущаем действие этих программ. Вот благодаря этому, думаем мы, что у нас работает хорошо производственный кооператив Суворова. Вот благодаря им. Таким образом, можно сказать о том, что благодаря реализации федеральных целевых программ уровень обеспечения жильем молодых семей в Чувашии растет. В поисках лучшей доли и условий им не приходится выезжать из ратных мест, что, несомненно, положительно сказывается на демографической ситуации района. Рифат Фаткулин, Сергей Адушкин, Республика. Еще один чебоксарский детский сад распахнул свои двери в канун Дня города. Подарок получили молодые родители, живущие в микрорайоне Радужный. По сути, это новый корпус дошкольного учреждения номер 202. В таких случаях неизвестно, кто больше всего радуется открытию. Строители, выполнившие обещанное, родители, дождавшиеся садика рядом с домом, или дети, чувствующие праздничное настроение взрослых. Уютное двухэтажное здание со скатной крышей напоминает сказочный теремок, выложенный из кирпича. Одновременно в четырех группах здесь будут воспитываться 120 детей. В двух из них малыши с двухлетнего возраста. В саду есть современные медицинские и пищевой блоки, прачечные и кладовые. Есть отдельный зал для гимнастических и музыкальных занятий. Уличная территория поделена на четыре игровые зоны, а большая спортивная площадка одна на всех. Так долго ждали этот детский сад, что он наконец откроется. Очень рады, что не нужно будет ездить в другой район, возить ребенка, вставать рано с утра. Мы очень рады, что садик очень красивый, компактный. В нем будет всего четыре группы. И надеюсь, что будет ему как большая семья. За последние годы в республике создано более 22,5 тысяч мест для дошкольников. И работа в этом направлении будет продолжена. В этом году только в городе Чебоксары мы открыли по факту четыре современных инновационных детских сада. Общее количество мест более чем одна тысяча. Плюс создали дополнительно рабочие места для воспитателей, для поваров, для психологов, логопедов. Это более чем 230 мест получается. А общая сумма вложений это практически около 4 миллиардов рублей. Это огромные инвестиции. Это инвестиции наших дорогих детей для того, чтобы строить будущее. Будущее России, будущее Чуваши, будущее муниципальных образований. Совсем скоро детский сад заживет полноценной, увлекательной жизнью, в которой найдется место и образовательным урокам и музыки, и спорту. 20 детских садов построено современных, комфортных на территории города Чебоксары. Но это действительно заслуга всей команды. Команды городской, команды правительства Чувашской республики. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика. Микрорайон Новый Город обрастает инфраструктурой. Им сегодня заработала современная поликлиника. Отделение общей врачебной практики будет обслуживать три участка, а это почти 5000 человек. В хорошо оборудованных и просторных кабинетах будут принимать врачи общей практики и врач-специалист. Как и во всех поликлиниках, здесь обязательно откроют кабинет до врачебного приема. Для 800 юных жителей нового города специально организовали лечебное диагностическое подразделение и отделение здорового ребенка. Я радуюсь вместе с вами с открытием этой поликлиники, оснастили его современным оборудованием, потратили в общей сложности на взрослую поликлинику для обслуживания детей 37 миллионов рублей. Эти средства мы нашли, потому что об этом просили вы, чтобы врачи, терапевты, детские врачи и педиатры могли обслуживать вас в шаговой доступности. Чтобы не тратили вы время, чтобы меньше было у вас разных хлопот, забот. Экскурсия по долгожданной поликлинике жителей нового города порадовала. Ожидания оправдались. Все идеально. Я ждала главную детскую поликлинику, которая дождалась, и главную педиатру, чтобы не ездить на тракостроителей. Поэтому очень удобно, очень красиво, очень уютно. Все нравится. Родион Архипов, Андрей Шоклев, Республика. А накануне здесь же открылась первая отсека. Почти 7 километров. Такое минимальное расстояние приходилось преодолевать жителям нового города, чтобы купить необходимые лекарства. Вынужденные поездки доставляли массу неудобств. Ой, когда болеешь, не до маршрутки тут. Выезжать в город сложно, особенно с двумя маленькими детьми. И теперь мы очень рады. В шаговой доступности у нас появилась своя аптека. Мы очень долго ждали. Спасибо большое. Средства от простуды и аллергии, антибиотики и витамины. Ассортимент подобран на все случаи жизни. При этом ушли и специфику микрорайона. Здесь живут молодые семьи, а значит, необходимо больше детских препаратов. График работы максимально удобный. Аптека открыта с раннего утра и до позднего вечера. Поставили задачу, кварталы будут развиваться и аптечная сеть тоже должна расширяться, чтобы мы могли обеспечивать доступность по обеспечению лекарственными препаратами. Татьяна Леонтьева, Дина Кустова, Арена Гавилян, Республика. Гражданами города Чебоксары рождаются, а почетными становятся. Сегодня в столичной администрации чествовали нового почетного гражданина и вручали медали за заслуги перед столицей. Медали чаще всего получают спортсмены, но это совсем другое дело. Ее вешают на груз артистам, политикам, учителям, писателям, врачам. Этих людей разных профессий объединяет одном – заслуги перед городом Чебоксары. Я вас всех присутствующих здесь поздравляю, приветствую от имени депутатов начала 90-х годов прошлого века. Многие здесь сидящие сравнительно молодые, а некоторые, может быть, еще только в школе учились. У нас было 149 депутатов, принимали исторические решения. Мы жители города, и все мы любим город. Что вы, как специалист, пожелаете Чебоксарам и Чебоксарам? Я как врач, только здоровья. Когда человек здоров, он счастлив и готов на любые свершения. Медалистов в этом году шестеро. А вот перечень почетных граждан города пополнил один человек. Заслуженный работник промышленности, который большую часть жизни посвятил тракторостроению Иван Иванович Долгушин. До церемонии награждения с новым почетным гражданином Чебоксар Встретилась наш корреспондент Ольга Пырычкина. Она не только познакомилась с этим человеком поближе, Но и узнала много нового о нашем городе. Мы находимся на одной из главных транспортных магистралей города Чебоксары Проспекция тракторостроителей. Свою название он получил благодаря герою нашего репортажа. Но обо всем по порядку. 1973 год. На строящийся завод промышленных тракторов из Нижнего Тагила Приезжает работать молодой, но опытный специалист Иван Долгушин. Спустя 44 года он, уже заслуженный работник промышленности, Все еще в подробностях помнит день, когда с конвейера завода сошел первый трактор. Это такое было, ну как будто вот у тебя родился ребенок, и ты впервые стал отцом. Мы впервые тогда взяли под трактор гусеницы, как корабелы вот делают, разбивают этот шампанское. Так вот мы положили две бутылки, раздавили их, и потом стеклышки каждый разобрал. Начал рабочим, а на пенсию вышел заместителем директора по быту и соцвопросам. Есть такая работа – обеспечивать сотрудников всем необходимым. На заводе работало 30 тысяч человек. 30. Для того, чтобы их накормить, надо было заготовить картошки. 1600 тонн. Одновременно садилось кушать 4,5 тысячи человек. Сели полчаса, еще 4,5 тысячи человек. Именно Иван Иванович настоял на том, чтобы один из главных проспектов города получил имя трактор строителей. При нем завод построил значительную часть Новоюжного района с Дворцом культуры, торговым центром Шапашкар, больницей, детскими садами и школами. Фразу я всегда вспоминаю Николая Анатольевича, по-моему, звали Варановский, который был первым стрелом обкома. Он на одном из больших совещаний сказал, то, что мы завод построим, это точно, во сомнении нет. Но вот надо нам приложить все для того, чтобы за счет завода построить город. Теперь город дает долг, записав в ряды почетных 33-го гражданина, заводчанина Ивана Ивановича Толгушина. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. В Чебоксарах прошел обкатку современный троллейбус на автономном ходу. Он объехал не только центральные улицы, но и добрался до нового города и Новочебоксарска. Wi-Fi, кондиционеры, камеры видеонаблюдения, телевизоры и пандус для маломобильных. Так выглядит троллейбус нового поколения. Этот троллейбус может проехать до 20 километров. Стабильно он едет 12 километров с полной нагрузкой. Мы говорим о работающем кондиционере, работающих печах салона и так далее. Значит, вот эта модификация специально была разработана, облегчен кузов. Троллейбус рассчитан на поездки как с контактной сетью, так и без нее. Для этого на проводах устанавливают специальные ловушки, на которых цепляют штанги. Процесс полностью автоматизирован. В кабине водителя устанавливается экран, где можно следить за фиксацией штанг. Кстати, стоимость такой машины 16 миллионов рублей. Данное транспортное средство, в отличие от электробусов, других концепций, отличается тем, что ему не нужно время на простой для зарядки батарей. Зарядка батарей происходит во время движения от участка контактной сети. 206 троллейбусов ежедневно возят пассажиров по улицам города Чебоксары. Из них уже 190 подлежат замене. И такой вариант транспорта троллейбусное управление устраивает. Электробусы – это будущее. Причем, наверное, я бы не сказал, что недалекое, далекое будущее. А этот троллейбус, он уже сегодня реально существует. То есть нам достаточно таких микрорайонов, как Новый город, как Новый Чебоксар, как тот же Садовый. Мы можем пустить троллейбусы, но для этого надо иметь хотя бы как минимум 10 машин. Сейчас у городских властей стоит выбор – заказать троллейбусы с увеличенным автономным ходом или электробусы. И пока перевес в сторону вот таких троллейбусов. Мы готовы рассматривать его в первую очередь на межмуниципальные перевозки для перевозки пассажиров из Ново-Чебоксарска в Чебоксары. Для этого, конечно, нам нужно, во-первых, и объединить троллейбусное управление, по крайней мере думать об этом, чтобы это была единая система. Ну и с Министерством транспорта говорить о том, чтобы ввести сокращение перевозок автобусами малой вместимости. Оценить удобство этого троллейбуса была возможность и у жителей Чувашии. По дороге от Ново-Чебоксарска до Чебоксар транспорт захватил парочку пассажиров. Новый троллейбус, считаю, чисто, удобно, красиво. Ну, в принципе, еще удобный транспорт. Лучше, конечно, чем маршрутка бы. И считаю, окна видно, считаю, и объявление будет об оценок, считаю. Ну, так, мне нравится. Было бы прекрасно, если все троллейбусы поменяли нашу городу на такой троллейбус. Конечно, сейчас это пробная поездка. И пока делать выводы рано. Вопрос о закупке будет решаться после испытаний. А этот образец нового поколения отправился в Севастополь. Именно там он и будет возить пассажиров. Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Александр Петров, Республика. Чувашский язык все чаще привлекает к себе внимание ученых. На этот раз исследовать особенности говора местных жителей в республику приехали лингвисты и молодые филологи из Москвы и Санкт-Петербурга. Скажите, пожалуйста, как говорят у вас слова пруд? Пё. Пё, пруд, терт, спина, мандра, моток. В речи жителей села Малое Корочкино можно услышать слова, которых нет в других уголках республики. В составе верхового диалекта Чуваший несколько говоров. Среди них особенно выделяется малокорочкинский. Он практически полностью отличается от литературного языка, который больше используют низовые чуваши. Сам Ашмарин писал, что в Малом Корочкино сохраняется удивительный диалект, который сохранил очень многие такие древнебулгарские черты. И, знаете, даже вот, в принципе, Чувашский занимает очень такое особенное место среди тюркских языков. Институт лингвистических исследований РАН с 2001 года изучает языки народов России. Вместе со студентами языковеды выезжают на экспедиции по разным регионам страны и погружаются в атмосферу исследований. Они записывают небольшие рассказы местных жителей и изучают их. Учителя Малокорочкинской школы помогают с переводом текстов. Мне кажется, что когда люди видят, что люди русские и вообще люди другой национальности интересуются их языком, это очень важно для их самосознания. То есть они как бы понимают, что их язык представляет большую ценность. Люди приезжают издалека, чтобы его изучать. Когда мы ездили в Калмыкию, мы столкнулись с тем, что дети там вообще не говорят на родном языке. И хотелось бы, чтобы здесь, ну, в общем, до этого не дошло все-таки. Анастасия Сторожева изучает заимствование чувашских слов из русского языка. Девушка впервые приехала на подобные исследования. И вот что ей уже удалось выяснить. Глаголы в основном заимствуются, даже не в основном, а в принципе заимствуются через глагол «делать» в чувашском. То есть, например, кто-то организовывает что-то, будет организовать «тават» или организовать «тап» тоже варьируется. Языковая экспедиция уже подходит к концу. За три недели, конечно же, сложно узнать все секреты. Но каждый из участников собрал интеллектуальный запас для работы на год вперед. Результаты можно будет увидеть в научных статьях и докладах на конференциях. Анастасия Лангина, Андрей Шоклев, Республика. 19 августа жителей и гостей города «Чапай зовет на чай». Так называется исторический проект, организованный музеем нашего знаменитого земляка. При поддержке администрации Чебоксар и национальной телерадиокомпании «Чуваши». Вернуться на сто лет назад и узнать больше о знаменитом земляке сможет любой желающий. Для этого нужно прийти в сквер Чапаева в 13 часов. Участники площадки ненадолго станут современниками легендарного Чапая и откроют для себя новые стороны его личности. За чашечкой Иван-чая со сладостями сделать это будет особенно приятно. Национальная телерадиокомпания «Чуваши» уже не первый год помогает гостям дня города погрузиться в атмосферу того времени. Она становится уже традиционной. Второй год она будет проводиться. Как всегда, чаепитие в программе. На нашей площадке будут шашки, будут яблоки, которые можно будет попробовать, потому что яблочный спас. Будет много всего интересного, будет в чем поучаствовать, где выиграть призы. Возможно, слепить себе в старинных традициях из глины какой-нибудь горшок или какую-нибудь вазочку. И это тоже будет возможность обязательно для всех. Поэтому приходите, будет хорошо. Самое главное, мы погрузимся в атмосферу на сто лет назад, когда Чапаев сам, значит, все будут в бурках. Активные участники не останутся без подарков. Событие завершит большой хоровод вокруг памятника. Флэшмоб обниме Чапая. И это лишь 20-я часть всей праздничной программы Дня города Чебоксары. 19 августа ожидается чемпионат парусников, шоу барабанщиков, всероссийские соревнования по акватлону, флэшмоб проживолосых. 20-го нас всех ждут на Красной площади с самого утра и до позднего вечера. Увидеть самые яркие моменты праздника можно будет на национальном телевидении Чувашии в прямой трансляции. Напомним, что трансляция начнется в 17 часов. Наша телерадиокомпания приглашает горожан и гостей столицы на площадку перед Национальной библиотекой. 20 августа в 16.00 на Творческом бульваре вас ждут съемки клипа о любимом городе. Фотосессии, игры, викторины, розыгрыш призов. Кроме того, вы сможете проверить свой словарный запас и попробовать себя в роли журналистом на телеоператора. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Приятных вам праздничных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова